Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог Николай Синёв, отделение патологии беременности Московского областного центра охраны материнства и детства. Ну или, проще говоря, большого роддома. Правильно я говорю? Да, всё правильно. Здравствуйте, Николай. Скажите мне, пожалуйста, ну, во-первых, тут написано в нашей подводке патологии беременности. Вот ходят такие слухи, ну, опять же, разговор мужской, если бы на моём месте была дама, опытная, наверное, она по-другому задала вопросы, но я буду со своей точки зрения. Ходят такие разговоры, что последние даже не годы, а десятилетия как-то тяжелее стали рожать. Это правда? То есть патологии стало больше или их количество всегда примерно одинаковое? Я не могу сказать, что на самом деле тяжелее стали рожать или вынашивать беременность. Наоборот, сейчас за счёт того, что много очень нового в медицине, техника, оборудование, выявляется эта патология гораздо раньше, и мы можем справляться с этой патологией гораздо быстрее, чем это там, если десятилетия брать назад. Я не могу сказать, что патологических женщин стало больше. Да, есть, конечно, у нас большое отделение патологии, но абсолютно с разными встречаются. И к нам едут пациентки со всего Московской области. Ну, то есть такой центр крупный. Ну, то есть правильно я понимаю, что если раньше какой-то был период, всем подряд делали кесарево сечение, то сегодня уже как-то можно избежать таких вот... Здесь я вас с вами тоже не соглашусь, да, о том, что кесарево сечение делали всем подряд, кесарево сечение... Ну, не подряд, но частенько. Ну, я не могу тоже с вами согласиться. Моё поколение. Может быть, ваше поколение, да, из года в год, вот, по крайней мере, то, что вот я могу наблюдать, да, вот с 2015 года, он на одном и том же проценте 30% в среднем идёт. А это считается нормально 30%, да? Это считается нормальным. Мы говорим, конечно, сейчас на такие научные темы, но всё не терпится, конечно, перейти к главной теме, к методикам, потому что у каждого врача свои методики, и каждый врач – это по-своему, ну, для пациента, а тем более для пациента такого, скажем, уровня. Ведь это даже и не заболевание, это вроде как вовсе, да? Это вообще не болезнь. А как это, кстати, назвать просто? Это физиологический процесс. То есть это тот случай, когда врач просто помогает. То есть ничего как бы плохого в этом нет. Вот это, да, редкие случаи. Да, плохого в этом ничего нет, но бывает, да? Бывают случаи, конечно, то, чем мы говорим. Ну, врач-акушер-гинеколог, и в данном случае Николай, он ещё разработал свою методику, но я так понимаю, что где-то всё-таки подсмотрел её, да? Конечно. Давайте начнём с того, как всё начиналось. Как всё начиналось? Ну, во-первых, в акушерство я пришёл в 2015 году. Ну, недавно совсем. Молодой специалист был. Ну, был, да, первые три года, сейчас уже не являясь молодым специалистом. К этому я пришёл внезапно, скажем так, да. Я очень, 8 лет работал на скорой помощи, параллельно учась в университете. Насмотрелись. Насмотрелся, да, вдоволь. И, в принципе, я на скорой помощи собирался остаться. Я работал последний год на акушерской бригаде. Это был бы такой небольшой знак, что мне надо остаться в акушерстве. Но, когда пришло распределение, стоял вопрос скорой помощи. Скорая помощь линейной бригады. Это не говорилось только об акушерстве. И к тому времени уже упразднили акушерские бригады, стали просто линейные врачебные бригады. Но мой руководитель в университете, она мне говорит, попробуй в акушерство. Я не вдавался никогда в эту тему. И потом мужик. Да, сложная перехватка. Женскую профессию. И как вот, если вспоминать наш советский фильм «Девчата», когда Надя говорила, у меня по борщам всегда были пятерки. У меня по акушерству были всегда пятерки. И поэтому это второе звено. И пойду. Вот сейчас, перед тем, как вы пошли, неожиданно для меня, у нас же как у простых людей, которые не врачи, всегда такой миф существует, что врачи скорую помощь боятся как-то «непереди, Господи, там работать». А вы хотели остаться там. Это правда? Да, ну, во-первых, смотрите, когда я попал на скорую помощь, я шел туда целенаправленно. Я окончил училище с красным дипломом, и я хотел работать на скорую помощь, спасать людей. Не знаю почему, может быть, эти сериалы 90-х. А, я по секрету скажу, в одном даже снимался в скорой помощи. Да? Да, так что играл. Кстати, врача не просто скорой помощи, психиатрическая бригада. Так что тоже сложно. Тоже сложно. Так, вот. И... Ну, я имею в виду, почему вы решили в скорой помощи-то остаться? Для нас это врач такой вот строгий, который может прийти через колено и еще и поругать, поругать всех, кто вокруг, и как-то иногда, ну, как вот... Потому что скорая помощь, она затягивает. Это вечно получающий адреналин. Ты приходишь на смену сутки через двое, и ты получаешь адреналин, да? Ты радуешься каждой спасенной жизни, потому что, ну, это не сравнить, да, работу в стационаре со скорой помощью, потому что здесь может быть все, что угодно. Ты можешь сейчас поехать к ребенку, через 10 минут ты можешь поехать на поездную травму, и все, все, что угодно. И, конечно, это все адреналин, постоянно вырабатывающий в организме, он тебя засасывает, скажем так. Вот, и поэтому я как бы целенаправленно хотел остаться. Но все-таки ваш научный руководитель вас мудро остановил. Мудро остановил, и я очень, первое время, очень скучал по скорой помощи. У меня даже мысли были перейти обратно. Было такое. Но потом как бы... И вот вы стали врачом-акушером, да? Потому что у вас были пятерки, потому что научный руководитель сказал, и вы пошли куда? Я пошел, остался в московском родильном доме, там, где проходил интернатуру. И там же меня оставили. Ну и как там вас приняли? Приняли? Ну, меня вы сейчас с интернатуры приняли, хорошо. Хорошо, да, но там самое главное, что руководители, все, которые ведут интернатуру, да, смотрят на руки, да? Почему на руки? Потому что это самый главный инструмент у акушера-гинеколога, это руки, да, чтобы они росли с того места, откуда надо. А, в этом смысле, я понимаю. Ну, вообще-то на руки надо тогда везде смотреть, на всех. Это обязательно, но здесь, да. Но здесь, да, даже те самые первые руки наши. Потому что любой обыватель, да, вот, да и вы бы меня там спросили, как вы там определяете открытие, что такое 10 сантиметров, там, или 10 пальцев, да, как это пишут. Понятное дело, что мы же не видим открытие шейки-матки, да, глазами. Мы это только ощущаем пальцами, да. Видите, начались профессиональные сейчас вещи, и так просто Николай о них рассказывает, а я уже начинаю задумываться, да, когда-то давно это все было. Ну, я по поводу коллектива. Вы сказали, что профессия типа женская, и вы в нее пришли. Это так, что ли? Нет, на самом деле нет. В роддомах работают не только женщины, да, я думаю, ну, процентов 30, да, это мужской состав. А вот как правильно, кстати, роженица называется? Как на вашем языке профессиональном? Смотрите, пока она в родах, она роженица. Как только она родила, она родильница. Родильница. Да, правильно сейчас сказал. Роженица или родящая? Родящая. Я только знаю одну фразу, старородящая, почему-то у меня сейчас в голове, знаете, популярное такое высказывание, тоже из фильмов где-то. Ну, давайте так, вот как относятся пациентки к врачам, к акушерам-женщинам, к акушерам-мужчинам? Кому все-таки больше доверяют? Я поднимал даже этот вопрос в своих социальных сетях, потому что это очень такой большой вопрос, да, и на самом деле женщины стараются идти к врачу-мужчине. Почему? Вот, да, тоже задолженно. Почему? Я почему-то так подумал, поэтому убедите дальше других. То, что писали мои пациентки, да, или не только пациентки, а женщины, которые подписаны, они говорят, что женщина, которая прошла этот путь уже, да, родов, не будет относиться к пациентке так, как будто так нежно, да, или так трепетно. А вы как бы все время как первый раз? Да, а мужчины как первый раз, потому что они никогда не проживали этот процесс, они не знают, что такое родовая боль, да, и поэтому они будут более мягко вести роды, да, более бережно, нежнее к женщине относиться. Ну, логика в этом, согласитесь, есть. Я согласен, есть, да. Но на самом деле, наверное, все равно все зависит от человека, и даже самая опытная ваша коллега, врач-акушер женского рода тоже относится к этому ответственно. Конечно, любой доктор, пол здесь вообще не важен. Мы вообще врачи без пола существа, да? Они ажиные заявления. Да, вот, и поэтому на самом деле моя точка зрения, конечно, такая, что не зависит, женщина это или мужчина, да, и я, глядя на работу своих коллег, могу смело, да, утверждать о том, что роды мы ведем абсолютно все бережно, мягко, с любовью относятся. Я напомню, что у нас Николай еще носит гордо такое, я уж не знаю, нравится ему, не нравится название «Танцующий доктор». Во второй части у нас с вами четкий будет рассказ об этой методике, а мы сейчас так заходим, да, на эту всю историю, поэтому те, кто хотят, дождитесь, что это значит «Танцующий доктор», роды, беременные женщины, танцы, что-то такое, да? Во второй части. А сейчас такой вам рос. Вот вы попадаете, вы в доктор, вокруг женщины разного возраста, кто-то первый раз пришел рожать, кто-то рожает второй, кто-то даже там третий и так далее. Все в нервном напряжении. Плюс мы не забываем еще о мужьях, о семье, о том, то есть вы находитесь в эпицентре какого-то сумасшедшего взрыва. Как это можно выдержать, потому что они-то иногда и своим-то мужьям каждый день новое говорят, а вам? То же самое. Каждый день бывает на обходе что-то новое. Бывает что-то недоговаривают. Здесь приходят... Мы все врачи, мы не только по своей специальности, там, акушеры, терапевты, хирурги, но мы еще и психологи. И понятное дело, что мы пытаемся найти подход к любой женщине. То есть да-да-да-да-да-да... Ну, когда-то приходится возразить, доказать то, что о том... Потому что некоторые женщины, бывает, относятся к тебе с недоверием. Неубедительно. Неубедительно, да. И поэтому... У вас есть преимущество. Потому что если мужу она просто что-нибудь скажет на своем языке, еще роженица, и тот вынужден, как бы он уже с этим живет, там, последние три месяца, может быть, если не девять, то вы все-таки как бы врач то есть в астана должна послушаться у вас есть аргумент какой-то не говорю даже вы должны мне как у прокурора все до рассказать все как есть на самом деле потому что разные бывают случаи да и я принципе догадываюсь из-за чего там произошла такая-то такая там ситуация с которой пациентка попала стационарно но она стеснительная она договариваешь приходится да как тут каким-то подходами а вот правильно врач акушер то что конечно вот мне как вашему коллеги по полу не дано понять да хотя мы знаем в случае когда мужчины самых разных профессий там иногда принимают уроды вынужденной обстановке до сталкиваться этим а вас эта профессия вот что прежде всего какая задача состоит расслабить как-то человека чтобы все прошло нормально ведь это действительно постоянное напряжение прежде всего со стороны пациентки ну как я уже говорил да нужно сначала найти подход монеты до к каждой каждой абсолютно каждый я всегда говорю там на своих лекциях семинарах там где будут не зачастую ценками должен сначала наладится контакт врач пациент это первое по второе это не шаблонный подход да у нас понятное дело есть книги учебники там да вот это все акушерство нельзя каждую пациентку подогнать под какой-то вот шаблон что вот она должна рада за 8 за 18 часов или она там должна кому-то родить там за 10 часов она родит за три часа она ради до 7 она индивидуальность да это и и в этом наверно прелесть есть потому что если все знали что она вот вы именно в это время не интересно конечно да это тоже самая она пришла никого сервича сегодня хочу я готова к 15 30 вот да и он делал что этого не до беда и понятно вот то что вы не шаблонность это должно отсутствовать сейчас мы скоро уйдем на перерыв последний вопрос перед тем как мы начнем говорить на тему вашей персональной методики а как вы по опыту больше детей появляется на свет ночью или все-таки днем смотрите у акушеров даже есть такое поверье там из-за поговорка и как это когда грешил тогда и родил как интересно процесс это ночной то есть ли я родился днем я кстати родился в обеденный перерыв 13 30 ну значит может быть но на самом деле это конечно это будет узнать это поверено на самом деле ночью почему потому что женщина во первых спокойно она спит отдыхает в темноте вырабатывается окситоцин свой собственно который есть в организме у женщины и за счет этого запускается родовой процесс поэтому большее количество родов происходит ночью ну а мы сейчас сделаем мини ночь в нашей программе паузу после чего вернемся и поговорим что же такое танцующий доктор сегодня напомню что эта программа открытый диалог николай синёв врач акушер гинеколог отделение патологии беременности московского областного центра охраны материнства и детства скажите а вы конкретно принимаете роды или вы принимаете только вот особые какие-то роды вот нет я принимаю любые роды и физиологические не очень физиологические сложные сечения даю а тут все выполняет про а сколько вот вы говорили про руки сколько ваших руках ты полежала уже младенцев на самом деле считаете пытались подосчитать и дошли по-моему до 2019 года не дочитали но это уже глубоко за тысячу глубоко за тысячу человек представляете вот кстати каждый из нас где-то лежал вот в руках у этого человека который мы ну мамам видела конечно да вот я вам скажу больше что некоторые дети которые родились у меня и у любого про практически практически врача урок шар гинеколога есть даже крестники нас мамы иногда предлагаю приглашают стать крестным о вам ребенка да особенно когда это какой-то тяжелый запоминающий случай и мама за счет того что да благодарна очень доктору вот зовет вот эти могу раскрыть тайну вам алма очень коротко по крайней мере мне мама говорила что ты якобы был такой сложный у меня какой-то там какие-то были проблемы и вызывали какую-то очень древнюю акушерку который уже давно на пенсии было ну плюс в обеденной перерыве видео но как-то все получилось за что наверное и спасибо ну мама тогда ничего конечно не записывала и тогда не было так крестники широко хорошо приятная просто тема и давайте перейдем к методике мы мужчины всегда знаем особенность те которые еще позволяют себе прийти мы не берем кто рожает дома против был такой период не популярен а те кто приходит там народа посмотреть а просто вот которые вот дома сидят нервничают или там где-то под роддомом и так далее выше занимаетесь непосредственно этим процессом ваша методика откуда появился этот танцующий доктор где то что это такое ну во первых начну с того что девятнадцатом году до меня пригласили как по обмену опытом съездить в бельгию и говорит как ведется процесс процесс там да они скажем так что амстердам что бельгия но много вот этих стран и европейских они как говорят что мы на 30 лет впереди вас россии мы их догнали я скажу тогда там в основном была тема того что мягкие роды до бережные отношения одомашнивание родовых боксов до сферы как раз чтобы исключить вот эти домашние роды что вы вы сказали делать родзал и домашней обстановке чтобы женщина себя чувствовал гораздо комфортнее вот когда вот мы там были там мы рассказывали о многих методиках немедикаментозного метода висполивания это вода в рода в воду там проживание схваток в воде до 3 права но я помню целую историю до рада фитболы применяется шведские стенки но за активное поведение в родах скажем так по возвращению из уже из бельгии мне попалась судьба затем про бразильского акушера который станцевал с пациенткой момент родов я как бы прочитал прочитал посмеял вот думаю вот сейчас кто-то это слышит он тоже так думает это как это во время родов станцевал вот да такой же мое было принца как много консервативный акушер да да ну пусть там еще начинаешь как раз все тогда наверно уже вышел из группы ответственные все равно ответствия ответ да да господи что такое за чушь ладно воду я уже увидел посмотрел да все понял ну да уже такой танцы им я начал копаться в этой системе мы нашли очень много зарубежных статей даже диссертации о том что действительно применяется вот эта методика танцев в роду в танцах танцев в родах во время родов до время родов да я посмотрел статистику на самом деле она вот это применение танца это как элемент мягких родов активное поведение женщин находится вертикальном положении то есть она не лежит как принято вот как многие пишут вот мне в комментариях что я вот про весь процесс пролежала а здесь наоборот мы ходим да будем танцуем слушаем любимую музыку это ускоряет поводу если вы смотреть по таблицам до зарубежных исследователей научных ускоряет первый период родов то есть если вот как я вам говорил в книжках там написано первые первые роды там от 13 до 18 часов да то здесь мы прослеживаем систему то что они ускоряются и на нормы считается уже от 8 до 10 часов плюс это хорошо когда мы ускоряем рода конечно мы тоже меньше находится мы же ничего не применять чтобы я не потерялся значит это уже вот-вот должна родить то есть это не все девять месяцев до танцы с ней продолжается а это именно вот именно в момент боксе уже бокс плюс то что мы смотрим это применение медикаментов да вот у нас сейчас препарат выбора там для обезболивания ты бедуральная анестезия вот здесь как раз то что вот почему я занимаюсь этим да это снижает до количества лекарственного вмешательства вмешательства пациентки да и то есть мы обходимся без него и проживаем подать и я отгадаю сейчас да муж как со стороны то есть речь идет о мышцах о мышцах конечно еще идет о мышцах то есть это просто напросто ведь мне сейчас мы уберем тему родов возьмем тему спорта физкультуры кстати то что тоже там течение детей месяцев насколько нам известно женщинам тоже там лечебная физкультура все эти дела си до бассейн да то здесь ведь речь идет о том о мышцах потому что а если человек и кстати мы не будем брать отдельно спортсменок насколько мне известно тоже отдельная категория да вот видите как и подготовиться то есть просто мы делаем так чтобы мышцы позволили родиться ребенку проще нежнее мягче мы их расслабляем их расслабляем это первый пункт как раз вот танцев родов положительный на 2 это психология да да мы отражаем потанцируем конечно мы в этот момент чтобы заучить какой-то танец даже если мы не будем там ничего снимать о как там из моих социальных сетях посмотреть даже если она вставила наушник ухода слушает какую-то любую любимую песню там или у сейчас у нас даже боксах есть телевизор она может включить любую передачу там любимый до любимый фильм это отвлекает да она переключается на то что ей больше нравится она забывает туда сварочка прошла на ее продышала про проплясала там прослушала и дальше пошла ну хорошо но вот танцы и вот вот она танцует и вдруг начинаются эти роды дальше чего подхватили рожаем уже ребенка но выражаем там и все равно ли уже уже здесь тоже очень много сейчас вариант окна найти можно вертикально на стульчиках да на кровати в трансформерах можно традиционно как рожали нас мамы дают то есть лежа можно воду сейчас широкий ассортимент вот просто понимаете когда речь идет о рождении ребенка для нас всех это что таинство я даже сейчас не беру там религиозную доставлю а просто вот это такое таинство и ощущение что этот но что-то там такое творится сверхъестественное оказывается сегодня столько есть возможностей и все поставлено на службу чтобы каждой женщине как вы сказали да подойти и так далее но женщина сама задает наверняка вопрос себе а чё это я буду танцевать я чего дура что ли у меня же я же я же не дай бог что-то случится вот как вы ее можете это же психологически как уже психологический ход у нее не не всегда вот все какие-то ну все пациенты которые приходят кому-то я применяю фитбол кому-то я применяю воду кому-то предлагаю потанцевать понятное дело что всем женщинам не подходит те или иные дайлими каждый идет свое кому-то поможет фитбол кому-то танец и раскручиваю разгрузим мы попробовали одни движения другие движения до понравилось все дальше рожая планет но тоже понимаете что теперь вам придется танцевать тоже до конца ваших дней это это же хорошо же быть уже дел так здорово быть уже таким профессором и танцевать будут вас перетанцовать но я так понимаю что это еще не последнее наверное вы наверно следите еще за какими-то то есть потихоньку все больше и больше практик возникает вопрос у нас у мужчин обычных не связанных с профессией все равно остается и ну и женщины да и вот фильмах традиционных каких-то все равно это некий такой очень сложные процессы небезопасный процесс но правильно я понимаю что врачи мировые во всем мире акушеры продвинулись действительно мы можем когда-то достичь такого уровня когда народы вообще будут легкими или все равно без боли не обойдется вот эти мы тоже я так далеко зашел очень далеко зашли ну вот как раз зацеплюсь за слову боль мы это же да там где я был где учился давно перестали применять это слово боль до его заменили на синонимы некомфортно до как если это больно ты тоже более это вы можете заменить все что угодно но когда ты будешь тем больно она скажет довольно да а к не комфортно она может как-то оценить по какой-то шкале там а если она кричит не больно значит будем обезболиваться если нам не помогли медикаментозные методы значит мы прибили будем прибегать к никодин к медикаментозным методом то есть никто не говорит о том что мы отменяем да но я поменится но то есть речь идет о том что сама система когда уже вот в родильном зале до происходит то есть тут очень много всяких аспектов которые можно предложить а вот может быть я говорю тогда видим об этом отрезке девятимесячном там да разные бывают но мы берем 9 месяцев когда не каждая женщина понимаешь надо поменять образ жизни что может быть нужно прийти к врачу более внимательно за этим следить сейчас это тоже очень хорошо все организовано начиная женских консультаций сейчас есть и курсы подготовки к родам да не только мамочка может прийти будущее да но и отец может прийти сейчас очень широко востребован партнерские роды да когда вот вы говорили таинство да это не очень мне кажется бывает что хорошо это таинство да когда мама придет в незнакомое помещение она становится замку тут вообще абсолютно незнакомые люди врачи в белый халат до синдром это тоже такое бывает а когда рядом все-таки с тобой родной человек до отец ребенка все-таки это не падающий в обморок не падающего честно из моей практики у меня упал один раз только будущий папа это на операции кесарево сечения вот у народах не не было такого что это вы и они падают не от того что у них от эмоций да то что они увидели а то что они голодные то за протяжение того времени сколько они находятся ну да не забываю вот и поэтому все сейчас за вот эти вот девять месяцев есть очень много подготовок курсов и я все мамочка всегда советую пройдите да есть бесплатные курсы есть платные курсы пожалуйста выберите для себя не только зацикливаться на интернете интернете же тоже ну да то есть надо понимать что у меня будет последний вопрос глобально его пока еще держу скоро можем завершать то есть все зависит все равно от конкретно от роженицы которая еще не стала один из родильницей до запомним теперь на делим на эти части и конечно от семьи от бабушек дедушек от всего на свете следующий такой вопрос как работает система вот будут просто знать роддома у вас к вам прикреплены какие-то пациентки сколько врачей или вы в день всех обслуживаете кто рожает как это происходит ну смотрите я работаю в отделении патологии у нас 4 врача и у нас какое-то количество вы не идете к папа как врач ведет пола то есть у вас в обход там карта все не жду вы персональный личный доктор да все что касается родов уже да это мы либо дежурим и у нас в месяц у кого-то там и 2 часа до у кого-то там четыре дежурства и понятное дело что контрактные роды то есть если пациентка выбрал меня да вот как нашла там кто-то посоветовал еще одно это уже другая статья хорошо мне еще такой вопрос вот вы сказали что ночью да то есть правильно понимаю что ночью процесс родов будет происходить точно так же как днем утром или вечером то есть не будет какой-то полу спящий доктор или уставший там я не знаю еще кто-то уставший мы все люди да 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 понятно что устал здесь и когда закончится моя смена до придет другой доктор и продолжит это видимо из это не контрактные рода но понятно вот знаете я вот всегда смотрю я не уходил еще с дежурства уставшим настолько заряжаешься вот этим позитивом да вот здесь вот чем хороша работа акушера-гинеколога ты видишь свой результат да ну получается вы люди которые фактически это делаете на по последней на фразе делаете людей да ну получается делает людей родители а вы да это те люди которые можем взвесить часть до взвесит взвесить счастье до и последний до заряжаешься последний вопрос очень важный на мой взгляд а вот вы когда танцуете и когда принимаете роды когда вот находится этот последние часы время идет на часы вы же понимаете что вы разговариваете уже с двумя людьми они с одним а иногда и с тремя я всегда это понимаю то есть это же уже не одна мама вы наверное знаете есть такая теория что мужчины со временем исчезнут и будет самопроизводящий завод что удобно про это да да что удобно потому что ну что-то типа самооплодотворение или даже не оплодотворение как другая будет история то есть это будет уже не мужчина не женщина а некой такой самопроизводящий завод слава богу пока этого нет но когда вы танцуете с мамочкой вы же понимаете что вас уже трое конечно понимаю конечно понимаю в присутствии ощущается ощущается это присутствие понятное дело что мы даже вот я когда говорю с мамочкой будущей да так давай как зовут начинаешь того кто ну кто там до мальчик девочка да и как зовут и мы уже в процессе рода пока находятся скоро миша родится там до или скоро коле родиться то есть мы конечно присутствие ребенка врезу за ребенка не забываем мы должны подеть для чего мы здесь собрались вот это очень интересно это очень интересно ну что николай я желаю вам как можно больше танцев разных вам уже можно прямо делать клипы на эту тему надеюсь что эта методика помогает нашим очаровательным дамам и мы будем надеяться на то что через ваши руки пройдет десятки тысяч а там где шесть сотни тысяч а топ в скорой помощи тоже хорошая профессия но все-таки вот это вот как вы сказали держим в руках в руках счастье до можем взвесить можем взвесить счастье да кстати самый маленький самый большой какой у вас бы помнить о да конечно помню я даже отслеживаю судьбу своего самого самого маленького ребеночка это 700 грамм да ум и мамочка до сих пор тоже вот уже прошло наверное лет пять и она мне присылает фотографии и ребеночек догнал всех своих сверстников и это конечно очень приятно да если на обратная связь самый большой я его тоже показывал в соцсетях это 6 400 рожденный путем операции она нормально это сколько среднестатистически крупный плод и считается уже больше четырех а вот это гигантский плод прям захотелось узнать сколько спасибо вам огромное за вашу методику за ваша и просто за доброту такой не только танцующий но и добрый доктор добрый доктор называют николай синев врач акушер гинеколог отделения патологии беременности московского областного центра охраны материнства и детства был гостем наши сегодняшние программы так что если надумаете рожать через девять месяцев вас ждут всего доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко а а Редактор субтитров А.Семкин